Аудиокниги Зигмунд Фрейд. Сексуальная жизнь. Сексуальность в этиологии неврозов. В последние годы, благодаря детальным исследованиям, я пришел к выводу, что моменты, относящиеся к сексуальной жизни, представляют собой ближайшие и важнейшие в практическом отношении причины любого случая невротического заболевания. Это учение не совсем новое. Определенное значение сексуальным моментам в этиологии неврозов придавалось с давних пор и всеми авторами. Для некоторых подводных течений в медицине исцеление сексуальных недугов и нервной слабости всегда объединялось в одном единственном заверении. Поэтому нетрудно оспорить оригинальность этого учения, если уж отказаться от того, чтобы отрицать его значимость. В нескольких небольших статьях, появившихся в последние годы в журналах Neurologischer Central Blood, Review Neurologic и Wiener Klinischer Rundschau, я попытался представить материалы точки зрения, которые дают учению о сексуальной этиологии неврозов научное обоснование. Подробное изложение до сих пор отсутствует. Главным образом потому, что усилия прояснить фактически признанную взаимосвязь наталкиваются на все новые проблемы, для решения которых нет предварительных научных изысканий. Однако мне отнюдь не кажется преждевременной попытка направить интерес практикующего врача на отношения, о которых здесь идёт речь, чтобы он убедился в верности этих утверждений и преимуществах, которые он может получить в своей врачебной работе благодаря их познанию. Я знаю, что не заставят себя ждать попытки с помощью этически окрашенных аргументов удержать врача от прослеживания этой темы. Кто хочет на примере своих больных убедиться, действительно ли их неврозы связаны с сексуальной жизнью, не сможет избежать расспросов об их сексуальной жизни в стремлении дать им близкое к истине объяснение. В этом, однако, якобы заключена опасность как для отдельного человека, так и для общества. Врач, слышу я чужие слова, не имеет права вторгаться в сексуальные тайны своих пациентов, бесцеремонно задевать таким испытанием их стыдливость, особенно лиц женского пола. Своей неловкой рукой он может только разрушить семейное счастье, оскорбить невинность молодых людей и подорвать авторитет родителей. Среди взрослых людей он лишь приобретет ненужных сообщников и разрушит отношения со своими больными. Следовательно, его этический долг — держаться подальше от всех сексуальных вопросов. Пожалуй, можно ответить, это проявление недостойной для врача жеманности, которое плохими аргументами не может прикрыть свою наготу. Если моменты, относящиеся к сексуальной жизни, действительно можно признать причинами болезни, то их выяснение и обсуждение, несомненно, входит в круг обязанностей врача. Думается, нарушение стыдливости, в котором он может оказаться повинен, не более тяжкое, чем в том случае, когда ради излечения местного поражения он настаивает на осмотре женских гениталий, к чему его самого обязывает выучка. От пожилых женщин, проведших свои молодые годы в провинции, всё ещё часто приходится слышать, что когда-то вследствие чрезмерных генитальных кровотечений они доходили до полного истощения, потому что не могли позволить врачу взглянуть на их наготу. А воспитательное влияние, оказываемое врачами на публику, уже через одно поколение привело к тому, что у наших молодых женщин такое сопротивление встречается лишь в крайне редких случаях. Там, где всё же оно встречается, его осуждают как неразумное жеманство, как проявление чувства стыда на пустом месте. Разве мы живём в Турции? И стал бы супруг спрашивать, где больная жена может показать врачу только руку через отверстие в стене? Неверно, что расспросы и сообщничество в сексуальных вещах наделяют врача опасной властью в отношении своих пациентов. Такой упрёк с большими основаниями в своё время можно было адресовать применению наркоза, в результате которого больной лишается своего сознательного и волевого определения, и врачу предоставляется право решать, надо ли и, если да, то когда, приводить его снова в чувства. И всё же сегодня нам не обойтись без наркоза, поскольку он, как ничто другое, служит врачебным стремлением помогать, а врач взял на себя ответственность за наркоз среди прочих своих серьёзных обязанностей. Врач во всех случаях может причинить вред, если он неумел или недобросовестен, причём не больше и не меньше, чем при исследовании сексуальной жизни своих пациентов. Правда, тот, кто в достойной уважении попытки самопознания не обнаруживает у себя чувство такта, серьёзности и сдержанности, которые ему требуются при обследовании невротиков, кто знает про себя, что выявление фактов из сексуальной жизни вместо научного интереса будет вызывать у него сладострасный зуд, тот поступает правильно, оставаясь в стороне от темы и теологии неврозов. Разве что мы также потребуем, чтобы он держался в стороне и от лечения нервно больных. Также неверно, что больные чинят исследованию их сексуальной жизни непреодолимые препятствия. Обычно после недолгих колебаний взрослые поправляют себя словами «Всё-таки я нахожусь у врача, которому можно всё рассказать». Многие женщины, которые за свою жизнь достаточно поднаторели в умении скрывать свои сексуальные чувства, вздыхают с облегчением, когда, находясь у врача, замечают, что речь здесь не идёт ни о чём другом, кроме их излечения, и благодарны ему за то, что хоть раз могут повести себя в сексуальных вещах чисто по-человечески. Смутное знание о преобладающем значении сексуальных моментов возникновения нервозности, которые я снова пытаюсь приобрести для науки, по-видимому, вообще никогда не исчезало из сознания неспециалистов. Как часто приходится сталкиваться с подобными сценами, к врачу приходят супруги, один из которых страдает неврозом. После многочисленных вступительных слов и извинений, что перед врачом, который хочет помочь в таких случаях, не должно быть обычных барьеров и тому подобного, они сообщают, что, по всей видимости, причина болезни состоит в неестественном и вредном способе полового сношения, который они выбрали после последних родов жены. Как правило, врачи не интересуются этими обстоятельствами. Но нехорошо, если и больные ничего не желают об этом слышать. Затем один из супругов раздражается на другого и говорит, «Видишь, я же тебе только что говорила, что мне будет больно!» А другой отвечает, «Я тоже об этом думал, но что делать?» При некоторых других обстоятельствах, например, у молодых девушек, которых систематически приучают скрывать свою сексуальную жизнь, приходится довольствоваться совсем скромной мерой откровенной любезности. Однако здесь важно то, чтобы сведущий врач не говорил что-либо своим больным без подготовки и не требовал разъяснений, а лишь просил подтвердить свои предположения. Кто хочет следовать моим указаниям, как объяснять себе морфологию неврозов и переводить её в этиологию, тому не потребуется от больных много признаний. Только в том случае, когда пациенты со слишком большой готовностью описывают симптомы своей болезни, они, как правило, обнаруживают знания о скрывающихся за ними сексуальных факторах. Было бы огромным преимуществом, если бы больные лучше знали, с какой уверенностью врач мог бы теперь дать интерпретацию их невротических недугов и на их основании сделать вывод о действительной сексуальной итеологии. Наверняка это было бы для них стимулом, чтобы на какой-то момент отказаться от скрытности, поскольку они решились обратиться за помощью, чтобы избавиться от своего недуга. Однако все мы заинтересованы в том, чтобы и в сексуальных вопросах большая степень открытости у людей стала долгом, к чему до сих пор только стремятся. Сексуальная нравственность от этого могла бы только выиграть. В настоящее время в вопросах сексуальности все мы без исключения и больные, и здоровые, лицемеры. Нам только пойдёт на пользу, если вследствие всеобщей открытости будет достигнута определённая мера терпимости в сексуальных вещах. Обычно врача мало интересуют отдельные вопросы, касающиеся неврозов, которые обсуждаются невропатологами. Например, правомерно ли строго разделять истерию и неврастению? Можно ли наряду с этим выделять истероневрастению? Можно ли причислить к неврастении навязчивые представления, или их следует признать особым видом невроза и так далее? Действительно, такие разграничения могут быть безразличны врачу, покуда это никак дальше не связывается с соответствующим решением, не даёт более глубокого понимания и указания для терапии, и покуда больной во всех случаях направляется в водолечебницу или слышит от врача, что у него всё в порядке. Иначе, однако, обстоит дело, если принять нашу точку зрения о причинных связях между сексуальностью и неврозами. В таком случае пробуждается новый интерес к симптомологии отдельных невротических случаев, а правильное разложение сложной картины на её компоненты и умение дать им правильное название приобретает практическое значение. То есть речь идёт об умении без особого труда переводить морфологию неврозов в этиологию, а из её знания естественным образом выводятся новые терапевтические указания. Важное решение, которое всякий раз может быть найдено в результате тщательной оценки симптомов, сводится к тому, носит ли данный случай характер неврастении или психоневроза, истерии, навязчивых представлений. Очень часто бывают смешанные случаи, в которых признаки неврастении объединены с признаками психоневроза. Мы, однако, хотим оставить их оценку напоследок. Только при неврастении их в результате расспросов больных удаётся выявить идеологические моменты из сексуальной жизни. Они, конечно же, известны больному и относятся к настоящему времени, точнее, к периоду жизни после наступления половой зрелости. Хотя и это разграничение не позволяет охватить все случаи. При психоневрозах такие расспросы дают немного. Они, например, позволяют нам получить знания о моментах, которые следует признать поводами к возникновению заболевания и которые связаны или не связаны с сексуальной жизнью. В первом случае они проявляются в том же виде, что и эти логические моменты неврастении, из-за чего вообще можно пропустить их специфическую связь с возникновением психоневроза. И всё же в каждом случае идеология психоневрозов опять-таки лежит в сексуальной сфере. Странным окольным путём, о котором речь пойдёт позднее, можно прийти к знанию этой идеологии и, разумеется, обнаружить, что больной ничего и не мог нам о ней сказать. Дело в том, что события и воздействия, которые лежат в основе любого психоневроза, относятся не к настоящему времени, а к давно прошедшей, так сказать, доисторической эпохе жизни, раннему детству, и поэтому о ней неизвестны также и больному. Он забыл их, но только в некотором определённом смысле. Таким образом, все случаи невроза имеют сексуальную идеологию, однако при неврастении их она носит актуальный характер, при психоневрозах — инфантильный. В этом состоит первая существенная противоположность в этиологии неврозов. Вторая выявляется, если рассмотреть различия в симптоматике самой неврастении. Здесь, с одной стороны, имеются случаи, в которых на передний план выступают определённые характерные для неврастении жалобы — ощущение сжатия головы, утомляемость, диспепсия, задержка стула, раздражение спинного мозга и так далее. В других случаях эти симптомы отступают на задний план, и картина болезни складывается из других симптомов, которые в совокупности позволяют выявить связь с ядерным симптомом — тревогой. Тревожностью, беспокойством, тревожным ожиданием, полными рудиментарными и дополнительными приступами тревоги, головокружением, агорофобией, бессонницей, усилением боли и так далее. Я сохранил название неврастении за первым типом, тогда как второй тип обозначил как невроз тревоги, и это разделение обосновывается в другом месте, где также учитывается факт одновременного, как правило, присутствия обоих неврозов. Для наших целей достаточно подчеркнуть, что симптоматическому различию обеих форм соответствуют различия в этиологии. Неврастению всякий раз можно объяснить состоянием нервной системы, которая либо приобретается вследствие чрезмерной мастурбации, либо возникает спонтанно из-за частых полюций. При неврозе тревоги регулярно обнаруживаются сексуальные влияния, общим моментом которых является сдерживание или неполное удовлетворение, как то коэтус интерруптус, прерванный акт, воздержание при активном либидо, так называемое фрустрированное возбуждение и тому подобное. В небольшой статье, в которой я попытался ввести понятие невроз тревоги, я высказал положение, что тревога — это проявление либидо, неиспользуемого по своему назначению. Там, где симптомы неврастении и невроза тревоги объединены, то есть там, где имеет место смешанный случай, следует придерживаться эмпирически выведенного и всякий раз подтверждающегося положения, согласно которому смешение неврозов соответствует взаимодействию нескольких этиологических факторов. Насколько часто эти этиологические факторы органически объединены друг с другом взаимосвязью сексуальных процессов, например, прерванный акт или недостаточная потенция у мужчины с мастурбацией, это, пожалуй, стоит обсудить более подробно. Если врач точно диагностировал данный случай неврастенического невроза и правильно сгруппировал его симптомы, то он может перевести симптоматику в этиологию и затем смело потребовать от больного подтверждения своих предположений. Первоначальное возражение не должно вводить в заблуждение, следует твердо настаивать на том, что было выявлено, и в конце концов одолеть всякое сопротивление, подчеркивая незыблемость своего убеждения. При этом врач узнает всевозможные вещи из сексуальной жизни людей, которыми можно было наполнить полезную и поучительную книгу, и остается только в самом разном отношении сожалеть, что наука о сексуальности в наше время считается чем-то постыдным. Поскольку менее значительные отклонения от нормальной сексуальной жизни встречаются слишком часто, чтобы можно было придавать значение их выявлению, у своих невротических больных врач будет считать объяснением только тяжелые и сохраняющиеся долгое время аномалии сексуальной жизни. Тем же, что своим давлением на больного, который нормален психически, он может побудить его к ошибочным самообвинениям в сексуальных прегрешениях, без сомнения можно пренебречь как мнимой опасностью. Если врач поступает таким образом со своими больными, то он убеждается также, что для учения о сексуальной этиологии неврастении отрицательных случаев не существует. По крайней мере, у меня это убеждение стало настолько прочным, что в диагностических целях я использовал также и отрицательные результаты расспросов, а именно, чтобы сказать себе, что такие случаи не могут быть неврастении. Продолжение следует...